Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня у нас речь пойдет об этих замечательных винтажных кухолях Рима от партнерного дома Ланком Париж. Итак, история данного парфюма уходит в далекий 1967 год. Ведими, но тогда он заставил говорить о себе практически всех женщин в мире. Да-да, наверняка у многих из наших мам или бабушек есть история, связанная с появлением у них тех самых духовной зеронии и судьбы. Да что же штаб говорит, даже сейчас для целого поколения женщин этот трогательный отголосок прошлого, элегантный, непревзойденный, глубокий, он находил отклик практически в каждом сердце. И условно вы и сейчас можете послушать эту сладкую музыку парфюма, созданную необычным сочетанием цветочных аркопов и альбекида. Так, на этом сделаем паузу, чтобы понюхать данный духи или парфюм. Так, кстати, я хочу сказать, дорогие друзья, что многие путают парфюм с парфюмированным маслом. То есть считают, что если это парфюм, то здесь полностью он состоит из масел. Так вот, я скажу, что это не так опровергно, это мнение, так как концентрация парфюма составляет до 30% ароматических масел. В оде парфюм, значит, концентрация масел составляет до 15%. А в туалетной воде, то есть от туалет, эфирные и ароматические масла составляют от 7-8% до 10%. Остальное уже спирт и вода, то есть в парфюме концентрация масел большего, чем в туалетной или парфюмированной воде. До 30% ароматических масел, эфирных масел и так далее. Так, итак, понюхаем данный аромат, чтобы понять всю его глубину и очарование. Сохран запаха великолепный. Так, кстати, я хотел бы вам напомнить, чтобы вы подписывались на мой инстаграм-канал. Винтаж, нижнее подчеркивание, антик, нижнее подчеркивание, бутик. Я также ссылку оставлю под моим видео, чтобы вы могли зайти, подписываться, а также приобрести. Там очень много различных духов и винтажных товаров. Которые наверняка понадобятся вам. Или для личного пользования, или для прекрасных подарков ваших мам и бабушек. Итак, очень нежный, приятный аромат. Чувствуются нотки фиалки, ландыша, персика, нарцисса, туберозы. А также из средних и нижних ноток чувствуется запах мускусов, цвет и кабарги, а также амбра. Хочу вам напомнить, дорогие друзья, что в современных духах, то есть сейчас уже туалетные или парфюмированные воды в основном производятся. В них нет натуральных компонентов, те, которые использовались в винтажных духах. То есть эти духи, кроме приятных и благоухающих запахов, также лечат душу, также притягивают противоположный пол. Исполняют роль афродизиаков, которые в них есть. А также это ароматерапия. Ароматерапия выводит из глубокого стресса, депрессии, поднимает стимул настроения и влечения к жизни. Данные духи Клима, это третий выпуск, вот в такой синей упаковке, видите, с салатистыми буковками. Ни в коем случае не покупайте теперешние подделки в золотистом квадратике. Там написано слово Клима. Они это очень распространены в социальных сетях, таких как Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Там пишут, что это, мол, настоящие французские и т.д. и т.п. Но это неправда. Настоящие теперешние французские духи Клима в исполнении в туалетной или парфюмированной воде, они в спреи. Их, таких сейчас Клима не производит Ланком. Так что вот эти Клима в золотистом квадратике, когда переворачиваешь упаковку, на них и штрих-код французский. И написано Made in France. Но это подделка. Их производят в Турции и в Дубае. Ни в коем случае их не покупайте. Там ужасные, вонючие духи. Ничем не похожие на настоящие Клима. Воняет непонятно чем. Воняет очень сильно неприятный запах бензина или какой-то бутафории. В общем, обязательно, сейчас я вам покажу. Не знаю, в смартфоне видно или нет. Вот, 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 речь идет вот об этих духах. Видите, здесь и галстук такой же, упаковка такая же. Но слово Клима в золотистом квадратике. Ни в коем случае не покупайте эти подделки, фальшивки, фейки. Итак, продолжим дальше наш разговор, друзья. Так, немного о пирамиде этих духов. Как я уже говорил, данные духи в 79-го года начали производиться. Это третий выпуск. Первый выпуск под названием «Березка». Они в такой длинненькой упаковочке. Их как пенал открывались. И прямоугольная упаковка такая. И это первый выпуск был Клима. На нем такие пятнистые узоры, рисунки. Поэтому на белом фоне упаковка белая. И пятнистые рисунки на них. Поэтому их назвали «Березка». Потом вышел второй выпуск в такой же упаковке. Но там цвет в упаковке сиреневый такой. И слово Клима написано вот таким подчерком. И черненькими буквами. А здесь уже золотистые буковки. Здесь нет штрих-кодов. Потому что это духи производились в 80-м году. Тогда не было никаких штрих-кодов. Здесь вот написано «Копи-райт Ланком Париж, 1979 год». Здесь какой-то код. И здесь уже название. «Ланком Париж, 28 миль, 79 градусов». Так. Еще что-то. А, еще здесь вот под упаковкой. ЕМЭБ. Вместо штрих-кодов тогда использовались ЕМЭБ. Видите, ЕМЭБ 59139. Это тогдашний их код. И здесь уже о том, что это произведено «Ланком Париж». Итак. Продолжим наш разговор, дорогие друзья. Парфюмерный дом Ланком был известен в своей женской парфюмерии, которая была разработана специально для состоявшихся и зрелых женщин. Все ароматы были глубокими и насыщенными. Парфюмер. Парфюмер. Парфюм Калима был создан Жераром Гуппи и почти сразу же стал символом эпохи. Считается, что этот красивый цветочно-альдегидный аромат был создан на основе другого легендарного парфюма «Жерри Виенс» от марки «Ворч» 1932 года. Вдохновленный им парфюмер добавил несколько своих замечаний, и на свет появился Калима. Духи Калима были мечтой практически каждой советской женщины. Он дарил радость и приносил к собой счастье, ведь они такие были дорогие. К сожалению, производство было остановлено в середине 70-х годов. Однако, что-то не так здесь написано. В середине 70-х годов не могли они быть остановлены. Наверное, ошиблись десяткам лет. В середине 80-х они были остановлены. Вот это будет правильнее. Спустя почти 40 лет, накануне празднования 70-летия марки «Ланкомп» принимает решение возродить несколько ароматов, в число которых вошла и эта живая классика. По мнению многих женщин новое прочтение оказалось не столь ярким, но вновь ожившая классика заработала весьма неплохую репутацию в современном мире. Я вам хочу показать, в каких флаконах сейчас производится «Клима» от «Ланкомп Париж» и «Меджиноэр» «Магия Черного». Вот в аналогичных флаконах, видите, сейчас вот эти колпачки немного изменились, они стали покороче и снизу узенькие потом расширяются, как шляпка. А в остальном все то же самое. Вот в таких флакончиках они выпускаются сейчас, и «Балафрей» мужские есть, и «Магия ночи» или «Темного», как вам удобнее, а также и «Клима». Здесь концентрация, по-моему, «Ода туалет», да? Да, «Ода туалет», вот снизу на этикетке такая маркировка, на ней код данного продукта, миллилитраж, 75 миллилитров и остальные данные. В общем, в концентрации туалетная вода производится, то есть концентрация ароматических масел здесь от семи до десяти процентов. Поэтому флакончик вот в такой версии с распылителем, видите? Так, продолжим дальше, друзья. «Клима» – классический благородный аромат. «Симфония» в этом белом мажоре. «Нарцисс», «Жасмеландыш», «Белая роза», «Цветочность», «Нежность» с легкой ноткой ностальгии. «Аромат» с густым пудровым шлейфом. Это о новых духах имеется в виду. Кстати, вот здесь картинка есть, сейчас я вам покажу. Вот этот флакончик. Только что я вам показывал и сказал, что шляпка укорочена немного. Вот в таких флаконах производится. Итак, продолжим. Довольно глубокий и роскошный аромат. Его невозможно сочетать с джинсами и футболками. Парфум «Клима» требует должного уважения. Он предназначен для женщины, чье пленительное очарование заключено в ее индивидуальности, изысканности и очаровательности. Женщина «Клима» предпочитает классику во всем. Она проникновенная, естественная и элегантная. Этот аромат был создан исключительно для женщин, но никак не для молодых девушек. Итак, верхние ноты «Фиалка», «Персик», «Жасмин», «Ландыш», «Бергамот», «Роза» и «Нарцисс». Ноты «Сердца», «Альдегиды», «Розмарин» и «Тубероза». Базовые ноты «Сантал», «Бабытонка», «Амбра», «Мускус», «Кабарги» и «Цеветин», то есть «Мускус Цветы». Также «Бамбук» и «Ветивер». Владелицы того самого «Клима» не дадут солгать, что теперичный парфум, не тот, что давнишний. Дело даже не в том, что парфюмеры стали хуже работать. Просто требование качества ароматов изменилось. Как я вам уже упоминал, раньше пирамида ароматов, то есть духи, состояли из пирамиды запахов. Верхние ноты сердца, а также ноты базы. То есть духи создавались в трех этапах, в трех нишах или рядах, а потом смешивались. То есть мастера сейчас как создают, например, купажи коньяков, добавляя спирты разных виноградов, разных бочек, смешивая разных возрастов. Также смешивают и создают букет этот аромат купажа. Также вот эти парфюмеры, которые создавали шедевры, они тоже брали из этих трех рядов. Купажировали аромат, добавляя в соответствующем количестве и также имела очень важное значение технология создания. Как они добавляют, как они смешивают поочередность, количество и так далее. То есть создавалась пирамида этакого запаха, аромата. Также компоненты все были самые высококачественные и натуральные. Собранный каждый цветок имеет свою родину, которая приозрастает в самом лучшем запахе, качестве и так далее. Со всего мира брали самые дорогие, самые лучшие натуральные компоненты. И из них готовили эти ароматические масла или эфирные масла, кому как удобно. Из которых создавались эти ароматы. Поэтому, когда их нюхаешь, запах просто божественный. Очень нежный, очень естественный и очень чистый. И причем до сих пор они в таком прекрасном состоянии сохранились, что просто нюхая запах улетаешь. Божественный аромат, просто божественный аромат. Ни с кем и ни с чем их не спутать и не найти сейчас таких духов и такого качества. Итак, продолжим, друзья. Поговорим о некоторых компонентах и об ароматерапии, которые придавали винтажные духи. То есть, здесь перечислили несколько компонентов, входящих в состав этих духов. Роза, фиалка, персик, бергамот, ландыш и жасмин. Эфирные масла перечисленных растений снимают стресс, нормализуют настроение и даже помогают убрать головную боль. Тонкое и бодрящее звучание цитруса и других элементов ассоциируется с теплой солнечной весной. Эта феерия нежных, воздушных, сладких и терпких нот расцветает одна за другой в течение 20 минут после нанесения. Для сердца композиции ее создатель выбрал альдегиды, розмарин и тубероза. Они открываются медленно и держатся от двух до пяти часов. В качестве основных ингредиентов он подобрал сандал, амбру, бобы, тонко, цивет, тамускус, бамбук и ветивер. Это то, что чувствуют люди вокруг вас. То есть, это шлейф, отдающий от этого аромата. Данные духи шлейфовые. То есть, шлейф остается очень долго. Два-три дня этот запах все время идет с тебя. Даже если ты умываешься, купаешься и так далее, шлейф остается. Потому что в базе данного аромата, еще раз подчеркну, входят мускусы, циветы и кабарги. Это природные афродизиаки, которые доставались раньше путем усыпления этих животных. У них на брюшной полости были мешочки мускусные. Из них доставались эти мускусы. А в природе эти мускусы используются этими кабаргами и цветами для привлечения противоположного пола. Данные мешочки носили на себе самцы, также метив этими мускусами свою территорию. Так что они сохраняют и придают запаху особый шарм и фиксируют его на долгие-долгие часы и даже дни. А также природным фиксатором и афродизиаком является и амбра. Амбра это продукт, который доставали из естественным выделением, из полости живота или рта кошалотов. Кошалоты это большие киты. Брюхи кошалота, после того, когда они заглатывали и переваривали различные морепродукты, такие как креветки, раки, крабы и так далее. У них образуется особый продукт, называемый амброй. Потом естественным путем через рот или через другие места он выходит наружу и плавая в океане долгие-долгие-долгие годы под воздействием солнца и соленой воды он уже только-только становится пригодным для использования в парфюмерии. Самое ценное это белая амбра, то есть с наивысшим старением в океане. То есть больше всего времени и лет она плавала в океане под воздействием солнца и соленой воды. И тем самым она приобретает свой цвет и качество. После белой амбры идет золотистая амбра, потом серая амбра и в конце уже черная амбра. То есть наихудшее уже качество заканчивает черная амбра. Итак, погнали дальше, друзья. Духи клема от Lancome очень стойкие и обладают выраженным шлейфом. Так как парфюм также из сладких, с идеальным сезоном для него считается вечернее время дня или также, если брать сезонный год, зима, осень, ранняя весна. Также его, если хотите использовать, например, и можете летом, тогда лучше вечером в прохладное время. В это время он придает особый шарм и приятный такой аромат. Потому что, если, понятно, под жарким солнцем носить любой парфюм или любые духи, это не то. Так, продолжим. Это одна из самых удачных продукций бренда Lancome. Она так полюбилась женщинам, что даже похожий запах или упоминания вызывают ностальгию по тем временам. Так, на этом я хочу сделать паузу и показать вот эти духи камелия. Видите, упаковка такая же, очень похожа. И таким же золотистым тоном нанесены буковки камелия. Так вот, эти духи, так как клема очень были модными, востребованными и так далее, это их прототип. То есть, в середине 80-х, когда исчезли духи Калима, их перестали производить, но они были очень любимыми и востребованными, начали производить вот эти духи. Видите, даже и цвет похож, и запах очень похожий, аналогичный духам Калима. Я сам пробовал те же самые нотки, альдегиды и так далее. в них присутствуют, но они намного дешевле стоят на интернет-аукционах и так далее. Потому что, понятно, это не духи от бренда Lancôme известного, а просто их, так сказать, реплика, но очень, очень, очень качественная и очень хорошая. Вот здесь написано Made in France, Champs Avenue des Champs-Elysees, 7508 Париж. В общем, данные духи, я рекомендую, можете их спокойно приобретать. Я сам их тестировал и скажу, что очень, очень, очень неплохой вариант или альтернатива духам Калима. Понятно, той жирности и стойкости, что в Калима, и всей глубочайшей гаммы ароматов нет, но весьма и весьма очень хорошая замена, также если учитывать ее стоимость. Данные духи намного дешевле, наверное, раз в пять дешевле настоящих духов Калима. Вы можете их приобрести в моем инстаграм-канале, подписываясь на мой инстаграм-канал. Вы можете их приобрести, а также на интернет-аукционах. Вы также можете их найти, как местных, так и зарубежных. Не хочу здесь рекламировать. Если вас интересует, можете написать мне в личку в инстаграме или в директ. Там я вам подробнее скажу, как и где их покупать. Итак, продолжим, друзья. По отзывам поклонниц, Калима идеально подходит женщинам и девушкам, предпочитающим классический стиль. Для повседневного или спортивного образа он неуместен. Его нельзя назвать беззаботным, поэтому совсем юные особы могут не понять его. Так, его нельзя назвать беззаботным, поэтому совсем юные особы могут не понять его прелести. Он скорее подойдет состоявшимся, уверенным к себе покупательницам. Новая версия более легкая, потому правила не так строгие. Она вполне совместима с неформальной или романтичной одеждой. Но при покупке не стоит полагаться только на отзывы. То есть, при покупке новых версий. Калима желательно сначала протестировать. Ну, в этих известных брендовых, люксовых парфюмах, бутиках, есть пробники, так что можно их протестировать, конечно же. Парфюм может по-разному раскрываться в зависимости от типа кожи, внешних условий и вашего восприятия. Очень правильно. В процессе существования аромата флаконы переделывались, дизайны флаконов, переделывались несколько раз. Эскиз одной из бутылочек создал Серж Мансоил. Он придумал поместить туалетную воду в прозрачную стеклянную форму перевернутой трапеции. Она закрывается колпачком из такого же материала и закреплена в специальной подставке. На горлышке находится желто-голубая косичка. То есть, вот это. Так, коробка была синей-золотой. Это вот об этой версии. Это уже третья версия. Конец 70-х, начало 80-х годов. Привок. Так. До середины 70-х ее делали такой же. Да, вот. Нет. Так. Затем емкость упростили и сделали более вытянутой, с блестящей ленточкой на крышке. Новая версия в 2006 году обосновывалась на полках магазинов. Вот в таких флаконах. Духи от Lancome стали нестареющей классикой. Несколько десятилетий они были не менее востребованы, а даже больше, чем Chanel No. 5. Обе композиции были и остаются символом классической женственности и шарма. Клима появились во Франции, но в очень скором времени стали известны во всем мире. Мода на них не обошла и Советский Союз. На продажу такой продукции существовали ограничения, и потому добыть флакон было непросто. За что любят Клима от Lancome сегодня? Стойкость, ностальгия людей постарше Клима возвращает их молодость. А тот, кто помладше в их детстве. Гармоничность и сложность формулы, обилие белых цветов сменяются древесными и цитрусовыми нотами. Особую прелесть придают пудровые оттенки. Композиция теплая, сладкая, терпкая и нежная. Все аккорды звучат поэтапно, давая насладиться их многообразием и глубиной. Стоит отметить, что чаще всего Климат покупают из-за воспоминаний о его легендарном прошлом. Помимо всего прочего, женщины замечают, что парфюм может поднимать настроение. Растительные клинки.